Логика двузначная Есть как бы, если мы вдруг переходим в другое поле, в поле трехзначное, если существует, например, не А и не А, а как бы А, Б, С, то логика на самом деле вся меняется, реально меняется. Мы пытались там многозначные логики строить, в частности, не только многозначные с точки зрения исходов, но и многозначные с точки зрения времени, когда высказывания зависят от времени. Если высказывание, то зависит от времени. Одно и то же высказывание в одно определенное время возгласит истина, а потом он становится логикой. Логика все равно остается. Одна и та же логика остается. Либо это, либо то. Не важно. Смотри, так вот, а может быть, если настаивать все-таки, ну хотя бы на трехзначной логике, может быть, получится так, что если в философии каким-то образом придумать логику, основанно не надо узнать, если она трехзначить, может быть, многие парадоксы исчезнут. Вот, допустим, мы говорим добро и зло. Мы говорим, если не добро, то сразу зло. Если не зло, то сразу добро. А может быть, если бы существовала нейтральная ситуация, то у вас есть добро, нечто нейтральное, ни добро, ни зло, и зло. Ведь в жизни ведь на самом деле так вот, мы делаем какое-то добро, допустим, какую-то пользу приносим, мы делаем какое-то зло, приносим вред. А все остальное время мы и не вред не приносим, и пользуем, а просто существуем, и все. Ничего не происходит. Мы говорим про это, про пастухи. Животные существуют не во зле, не в добре, просто существуют. Или животные просто, или камни просто существуют, они не в добре, или просто стоит камень, и все. Условно говоря, есть три позиции. Получается добро, некое нейтральное состояние, ни добро, ни зло, просто нейтральное. И зло. И это уже трехзначная логика. А может быть, если бы на этой трехзначной логике основывать этику, да, если бы попытаться вот уже здесь копать, да. Потому что вот эта логика добра и зла, она сводится в конце концов к логике бытия и небытия. Да, получается, что Бог как благо является бытием, как бы, а зло как бы небытие. И все сводится в конце концов вот в такой, ну, можно сказать, если далеко брать, там, философию пориметь. Бытие есть, небытие – нет. То есть есть только благо, добра – нет, и прочее. А если все-таки оспаривать это утверждение, да, что бытие есть, небытие – нет, и говорить о том, что вот… И не редуцировать добро и зло, как противоположности, да, к этому бытию-небытию, а пытаться удержать, да, вот некую тройственность. То есть не орел и решка, а мы не знаем, что. Не орел и решка, а три. Когда у тебя есть орел и решка, ты говоришь, либо орел и решка. Если у тебя есть орел и решка, или нечая третий, ты просто говоришь, что либо орел, выпал орел. То ты автоматически знаешь, что могло быть, или не стало. А если ты видишь, что выпал орел, то ты, наверное, знаешь, что не стало орешки и чего-то третьего. Разницы-то никакой нет, просто увеличивается количество третьего, четвертого, пятого. Смотри, логически, логически. Вот есть варианты либо а, либо не а, и это полнота всех возможностей. Да, вот все пространство как бы мира распределяется либо а, либо не а. Где а может быть чем угодно, там, красным, там, орлом, там, всем, чем угодно. Либо орел, либо не орел. С другой стороны, а может быть состоять из двух событий. Да, да, да. Такая разница. Ты можешь говорить а и не а. Где не а, есть два события. А, где б, с, д и так далее. Так вот, вот этот мир, в котором как бы не а и не а. Потому что а и не а – это логическое распределение. А мир, где на самом деле есть а, б, с, д и все многообразие возможностей распадается. Ну, хотя бы, допустим, на три варианта. Он более сложный. Он более сложный в смысле формирования дерева возможностей. Смотри, в чем проблема. Проблема здесь состоит в том, как мы принимаем решение. Ну, на самом деле, когда принимаем решение, мы говорим, что либо да, либо нет. Вот, допустим, тебе говорят – голосуй там за кого-то. Ты либо голосуешь за него, либо нет. Понимаешь? Тебе говорят – выбирай там, допустим, что-то. Ты либо выбираешь, либо нет. И каждый раз речь идет все-таки о бытии и небытии. То есть, всякий раз речь идет о том, что либо да, либо нет. То есть, всегда это какая-то двойственность. На самом деле, в принятии решений наших, в проявлении нашей воли, присутствует двузначная логика. Если бы было три варианта, если бы было не либо да, либо нет, а тебе бы говорили – вариант один, вариант два, вариант три. На самом деле, было бы сложно выбрать. А как определить? То есть, в чем состояло бы проявление? Ты говоришь – вариант один. Понимаешь? И ты тут же знаешь, что не два и не три. Нет. И остается всегда, на самом деле, что, а ведь мог быть вариант два, а ведь мог быть вариант три. Всегда возникает вот эта вот, как бы, неопределенность. Потому что… Почему в этом самом орешке орла не возникает? А потому что… Если я вижу, что есть орешков, я могу предположить, что он мог бы быть орелом. Нет, послушай. Но он не стал. В орле и решке это действительно не очевидно, потому что орел и решка – это событие… Ну, это как бы два события, которые не относятся друг к другу, как А и не А, да? А относятся, как А и Б. Вот если два события соотносятся, как А и не А, то есть, которые можно редуцировать к бытию и небытию, то тогда выбор прост. Ты всякий раз выбираешь некое бытие, а все остальное – небытие. То есть, проявление твоей воли – просто. Ты всякий раз, как бы, ориентируешься на бытие. Так вот, если вот… А теперь представь себе этику, в которой, как бы, существуют три варианта. Всегда. Например, добро, зло и нечто нейтральное. Всегда три. Понимаешь? А три… Допустим, если человек не злой, то это не значит, что он добрый. Он может быть просто нейтральный. Конечно, может быть, условно, там, этически можно назвать, он может быть просто равнодушный. Ну, это просто вводит… С другой стороны, если человек не добрый, это не значит, что он сразу злой. Понимаешь? Он может быть просто равнодушный, опять же, находиться в этой нейтральной позиции. Это к чему звучит? Подожди, я просто хочу мысль довести до конца. Это все, опять же, ведет нас к неким волевым решениям. Потому что мы как действуем? Мы говорим, человек не добрый. Сразу подразумевая под этим вот это знание, моментально возникать, что он злой. Понимаешь? Если у нас есть эта дилемма, либо добрый, либо злой. А если он злой, значит, все вытекающие отсюда последствия. Что он, там, должен быть, там, допустим, ограничен в свободе, там, или там… Ну, неважно. Какие-то действия против него нужно совершить. Или наоборот, если человек не злой, мы сразу думаем, ну как, он же не злой. Значит, он добрый. Чуть ли не правильнее. Это определяется из наших определений. То есть, мы сначала определяем, что такое добрый. Делаем определение. То есть, мы определяем существующее. А то, что не существует, оно вытекает из противоположностей. Нет, нет, нет. Допустим, я же говорю, надо различать все-таки. Есть две противоположности. Одна противоположность – это контрактурная, где «а» и «неа». То есть, «а», а второе – это, как бы, отрицание «неа». «Неа». Это одно. То есть, белый – не белый, черный – не черный. А есть другая, контрактная противоположность. Где, на самом деле, как бы, добро-зло, там… Ну, правильно. Мы можем ввести нейтральное. Решка-орел. Мы можем… нейтральное появляется, как результат того, что мы просто не можем определить, не можем приписать какие-то определения этому. Нет, просто, когда… Но, пока он стоит, он не добрый и не злой. Нет. Это понятно. Просто я имею в виду, что нельзя все сводить к контрактурной противоположности. Да. Возможно, на самом деле, мир многообразнее. Вот, например, это касается, прежде всего, этики. Когда мы решаем вопрос об этике, о добре и зле. Существует ли блондяне? Нет. Не получается так, что весь мир является неким моральным миром, в котором все делится на добро и зло. Вот нам и говорят, и нас учат. Весь мир, как бы, да, вот он разделен на борьбу добра и зла. То есть, как бы, ты должен определиться, да, от нас требуют. Ты должен, либо ты на стороне добра, там, обычно это на стороне Бога, да, либо ты на стороне зла, это сторона дьявола. И если ты случайно оказался не на стороне добра, автоматически оказался на стороне зла. А если ты, как бы, не на стороне зла, то автоматически на стороне добра. То есть, на стороне Бога. Так вот, вот этой противоположностью Бога, там, и дьявола, там, добра и зла, там, стороны Бога, стороны дьявола, да, возможно, если существует нейтральная полоса, да, которая ни добро, ни зло, тогда вся вот эта вот напряженность, да, которая связана с тем, с кем ты с Богом или с дьяволом. Вот, например, мы обсуждали номерки, там, ИНН, там, паспорта. Там же, в частности, предполагается, что вот есть вот эта вот противоположность, да, как бы отрицающая, что либо ты должен быть с Богом, либо ты с дьяволом. Если ты не с Богом, то ты с дьяволом, если ты не с дьяволом, то ты с Богом. И на нем основано... Это альтернативное, да. Да, на нем основано все рассуждение. Ведь, как говорится, что христиане не может быть нейтральным, как бы там, да, что мир не нейтральный, мир всегда, он, типа, на стороне, как бы, мир, как бы, там, находится под властью, там, дьявола, да, под властью князя земли и прочее. А если все-таки, вот, согласно нашим рассуждениям, согласно принять, что, а вдруг три варианта существуют, есть нейтральная некая, да. Может быть, мир нейтральный? Да, и получается, что, а вдруг получится так, что, может быть, мир-то нейтральный, да. Что есть, конечно, допустим, зло, и сторона какая-то зла. Это активность какая-то противоположная добру. Есть добро, да, это активность, там, противоположное зло, а есть нейтральное – ни добро, ни зло. То есть иметь ИНН – это «не добро, не зло», — это не быть с богом, не быть с дьяном, это просто, как бы, некое нейтральный. Или, там, иметь паспорт, так, скажем, хоть сто шестеров там, неважно, это «не добро, не зло», — это нечто нейтральное там. Допустим, человек не совершает зла, но, тем не менее, он сразу добрым не становится. Почему? Он не совершает зло. Он нейтральный. Он просто живет. Кот просто ходит туда-сюда и все. Он не добрый, не злой. Просто нейтральный. Камень лежит просто так. Он не добрый, не злой. То есть мир на самом деле сам по себе. Он не добрый, не злой. Он просто нейтральный. И что добро и зло тогда, естественным образом, если дальше развивать эту логику, оно должно быть сведено к некой воле. Вот есть некая воля злая, есть некая воля, почему к воле, потому что некая активность. Вот есть некая активность воли злая, есть некая активность воли добрая, а есть некая нейтральность, где воли нет, не проявляет в себе никакая воля. Она не добрая, не злая, просто реальность некая. Правда, воли нет, есть человек, и у человека есть воля. Либо эта воля направлена на добро, либо на зло, либо этой воли вообще нет. Получается, тройственность действительно, нейтральный мир, злой и хороший. Да, тройственность. То есть, если мы меняем немножко логику рассуждений, меняется вся антология. Меняется даже христианское представление, да, Бризли меняется. Меняются все выводы. У нас, когда мы рассуждали в прошлый раз о христианстве, получалось, что либо ты с Богом, либо ты с ялом, да, как бы другого не дано. Либо А, либо Б, да. Ну, и либо А, либо не А, получается так. А теперь получается, что если есть нейтральное, как бы, то совсем не обязательно, что если ты не с Богом, то ты обязательно с ялом. Ну, ты не с Богом, допустим, ты живешь в нейтральном мире, и все. Ты нейтральный, ты как бы светский человек, и все. И тебя все эти игры, как бы, да, там, что-то там погряз, а в обмерщении никак не касаются. Просто, что интересно, что логика, да, вот, мы же об этом уже начинали с этого, она имеет фундаментальное значение также и в антологическом смысле. Она, видишь, детерминирует нашу антологию. И, в зависимости от того, как мы все-таки логически рассуждаем, как мы употребляем, скажем так, насколько мы бездумно, как бы, используем вот эти всякие противоположности, и переходы от А и не А, да, там, отрицание А, как бы, и прочее, так как бы. Вызнаем ли мы полноту двойственной логики? Насколько мы вот в необходимости, насколько мы доверяемся логической необходимости, настолько, как бы, в этой необходимости мы можем потерять некоторые возможности, да, антологические. И наоборот, насколько мы будем расширять эти логические возможности, насколько мы будем видеть, что существует не только возможность двузначности, а может быть трёхзначность и прочее, насколько может и антология измениться, и выводы измениться, в том числе и выводы, связанные с нашей этикой, с нашей волей. А это существенно для нас, да, всё-таки мы же как бы в жизни должны как-то самоопределяться, и каждый раз вот эта вот принудительность логики, да, она и для нас становится необходимой, да, мы как бы, приходя к определённому роду выводам, должны в соответствии с этими выводами изменять свою жизнь. И как бы, ну страшно, как бы, да, вот мы ставим себе дилемму там, либо с Богом, либо с дьяволом, да, и страшно оказаться с дьяволом, надо оказаться с Богом, хоть это и сложно, но тем не менее. Тут накладываются уже обязательства и необходимости. Нет, ну да, мы как бы сами себя сначала загоняем в этот тупик, а потом как-то детерминируем, и получается, что оказываемся в ситуации подвешившись. Что и с одной стороны мы должны оказаться вот в асоциальной какой-то некой среде, да, отказаться от всех документов, да, чтобы быть с Богом, а с другой стороны мы понимаем, что вроде как бы это не должно было как бы влиять, да, на наше отношение с Богом. Ну какое дело Богу, да, до всех этих бумажек, да, до всех этих как бы шестерок, да. И с другой стороны мы немножко меняем логику, да, мы добавляем нейтральную полосу между добром и злом, да. Причем мы добавляем это на основе как бы анализа того, что все-таки существуют вот такие исходы, да, что может быть трехзначный исход. И если предположить в этой антологии трехзначном исходе, что существует нейтральная полоса, тогда вполне может получиться, что вот эти все документы, иные, иные, и прочее, находятся на нейтральной полосе. Они не являются ни добром, ни злом. Это просто некое обстояние. Сам не определяет человека. Да, это некий нейтральный мир, никакого отношения не имеет к тому, как нам определяться, да. Ну, мы должны быть с Богом, хорошо, если мы будем с Богом, но если мы принимаем МНН, это не значит, что мы с дьяволом, да. Потому что для того, чтобы быть с дьяволом, нужно как бы зло совершить, да, нужно как бы свою волю направить на вот эту активность в деле зла. А если мы просто нейтрально находимся на некой там полосе, принимаем какие-то там документы, которые ничего не значат, какие-то шестерки, которые вообще там являются там чисто какой-то случайными, да, случайными цифрами там в каком-то трактате, то мы можем на этой нейтральной полосе вполне жить, как бы устраиваться, и там жить даже может быть комфортно. То есть, вот опять же, та же дилемма между Богом и Мамудом не может служить… То есть, нейтральная не отрицает Бога, не отрицает дело. Да, ведь откуда возникла опять же вот эта двойственность? Исходы связаны с тем, что не можете служить Богу и Мамудом. То есть, да, вот, что если служишь, то всегда к чему-то одному. То есть, проявляется одна правильность времени, можно сказать, что потому что из существования в двойственной логике «не-а», «не-а», там обратная есть связь жесткая. А в тройственной логике обратной нет. То есть, если ты не с Богом, то ты можешь быть и там и нейтральный, и я. Да, ты можешь на нейтральный, да. А обратная, то есть, если ты не нейтральный, ты можешь быть и там, и там. Просто нет жесткой логики. Да, но ты можешь быть светским человеком, но нельзя… То есть, дело не светское, дело, в принципе, обратной связи. Я понимаю. Ты можешь быть на нейтральной полосе, но это не значит, что ты, допустим, злой или добрый. Ну, просто ты, как это, просто ты нейтральный. У нас много действий совершаем, много поступок совершаем, которые вообще никакого отношения к этическому измерению не имеют. Мы кушаем, там, спим, там, ходим, там. У нас есть некие вещи, которые… Много каких действий совершаем, как вообще никакого отношения к этике не имеют. Сознание. То есть, всегда выборы между добром и злом, как бы у них всегда вот этот выбор. То есть, все не обязательно. Мы просто движемся от каких-то выборов. Но эти выборы не обязательно связаны с этике, не обязательно связаны с добром и злом. Ну, как вот на нейтральной полосе одна колбаса или другая колбаса, там. Там лежим, сидим или стоим, там. Занимаемся спортом, скажем. Это ни добро, ни зло. Вот такое рассуждение, как бы, оно просто начиналось далека. И мы просто хотели подытожить нашу беседу про ИНН на Меркии. Вот это вот размежевание внутри христианства на тех, которые считают, что мир во зле. И надо, как бы, от мира отказываться уходить к Богу. А другие считают, что, как бы, на самом деле, вроде как, мир и не во зле. Вроде, как бы, можно с миром выйти в компромисс. То есть, что, на самом деле, вот эта вот сама дилемма и само противопоставление во многом основана вот на предположении определенного рода логики, да, которая в мире царит. Если, как бы, чуть-чуть сдвинуть вот эти рамки, да, если предположить, что мир недвузначен, в этическом смысле, недвузначен, а трехзначен, то все проблемы решаются, да, что вот есть нейтральная полоса, как бы, между добром и зло. Но в этой нейтральной полосе христиане могут вполне это себе, как бы, находиться, не находясь во власти дьявола, да. Согласие с миром. Да, но в неком согласии с миром, да, вот так. Продолжение следует...